Люберецкие защитники Отечества принимают поздравления. В их честь в Дворце культуры состоялся праздничный концерт. Для виновников торжества выступили лучшие творческие коллективы округа. Наш корреспондент расскажет, как все прошло. Праздничное настроение ощущается сразу при входе во Дворец культуры. Его придает живая музыка и главные гости в зале. Их можно распознать по орденам. Это праздник не только мужской. Я считаю, это праздник и женщин. Во время войны очень много женщин было. Я знаю почему. Потому что у нас в дивизии чуть ли не половина женщин было, женского персонала. Концерт начался с торжественного выноса флагов Российской Федерации, Московской области и городского округа Люберцы. В зале прозвучал гимн страны. Пишите мне по поручению главы городского округа Люберцы Владимира Петровича Рожидского поздравить всех с наступающим праздником Днем Защитника Отечества, пожелать здоровья, добра, благополучия, чтобы вы всегда были защищены своими родными и близкими. И нашим кадром военным, чтобы всегда-всегда оружие было в черве. Не забыли в этот вечер и о тех, кому пришлось защищать Отечество ценой жизни. Память погибших воинов почтили минутой молчания. Вспомнили об истории происхождения праздничной даты 23 февраля. Первое название было 23-го, когда день рабочей крестьянской Красной Армии и морского флота. И вот на протяжении уже 103 лет старшее поколение 23 февраля отмечает как день Советской Армии и военно-морского флота. Но молодое поколение знает это как День Защитника Отечества. Несмотря на то, что название праздника менялось уже несколько раз, его смысл остался тем же. Это День всех, кто защищал, защищает и готов защищать Отечество. С праздником, дорогие товарищи!